На календаре ноябрь последние концерты и зрителей этот зал видел 18 февраля этого года. За считанные дни до спецопераций. Сегодня в окопах все так же рвутся снаряды. Обвинять артистов в праздности никто в Донецке даже не смеет. В военное время и такая работа нужна. Ездят на фронт, подбадривать дух бойцов и бывают с гастролями у соседей. За окном слышится грохот от выходов и прилетов артиллерии, но артисты невозмутимы. Говорят, война этого и добивается. Но посеять страх и панику ей не удастся. Пока у балетного стана продолжают разминаться одни артисты ансамбля, другие нет-нет, да и забегают в зрительный зал. Не скучать по публике, сцене крайне трудно. Но еще труднее думать о жизни и близких, кто был вынужден взять в руки оружие. Недавно крытый рынок, где поет ребенок, женщина. Тоже мясорубка была. Крытый рынок. И все же, несмотря на сложную ситуацию сегодня, артисты филармонии Донецка не то что стараются, а принципиально не отчаиваются. Поехали. Те, кто с музыкой связан, те, кто ей предан, я думаю, находят в ней лекарства и спасение. Поэтому, я думаю, стоит жить, просто творить, надеяться на светлое будущее и свой вклад вносить в общее дело. Я очень надеюсь, что у нас это получается. Ищу тебя, ищу, когда мне нелегко. Я тебе пишу, тебе пишу, когда ты говоришь. Вот она о любви. Когда девушка ждет своего парня и очень надеется на встречу. С далекой дороги. Он где-то далеко, она в другом краю. И она надеется на быструю встречу. Многим покажется удивительным, что во время мобилизации мужчины-солисты вот так отплясывают на репетициях. Но главный балетмейстер Людмила Коваленко объясняет. Есть артисты, которых забрали на фронты. Есть погибшие среди них. Несколько музыкантов-виртуозов. У минимальной части мужчин-артистов есть так называемая броня. Их оставили специально, чтобы коллектив жил и не распался. Чисто по-житейски ансамбль это рабочие места. И людям нужна зарплата. Но главное, что без мужских танцевальных и вокальных партий в некоторых вещах ну просто нельзя. Иногда ведь приходится и с холодным оружием выходить на сцену. Ждут своего зрителя и тут. Точнее не ждут, а через несколько минут после нашей съемки часть этого джаз-бенда Донецкой филармонии уедет в Мариуполь. Город, переживший настоящую катастрофу, восстает из пепла и готов уже к культурной жизни. Тут убеждены, музыка лечит. И это самое лучшее средство к миру. Пока где-то тихо, но относительно тихо, вроде бы и жизнь какая-то есть. Когда что-то где-то бахает, вроде бы уже и нет. Ну стараемся как-то жить, работать, заниматься. Жизнь-то не остановишь, на паузу не поставишь, поэтому все равно нужно что-то делать, конечно. Нет, ну вы знаете, музыканты, это же такие люди, они с этим рождаются. И это навсегда, мы не можем остановить этот процесс, мы не можем не заниматься, потому что мы постоянно должны быть в форме и постоянно должны друг друга чувствовать. Ну и как бы я все равно считаю, что музыка сильнее войны. Военное противостояние, которое коснулось многих семей в Донецке, в буквальном смысле обострило чувства, затронуло сердца без исключения каждого жителя Донбасса. Артисты уверены, творчество жизненно необходимо не только им самим, но и родному городу. Дмитрий Маслак, Егор Воробьев, Егор Кузнецов, CGTN Донецк. Субтитры сделал DimaTorzok